Доброго времени суток, уважаемые зрители моего канала. С вами снова Влад Тельзан и мы в игре под названием Rem Survival. Третья серия нашего с вами выживания. Начинается дождь, я разместил наверху бочку для улавливания воды. Вот у меня была бочка, убитая жизнью. Вот. У нее был 1%, но оказалось ее можно использовать в крафте. Справчился 100% улавливатель воды. Поставил я дополнительный рукав, благо он у меня был. Вот. Такие вот дела. До этого вдруг у меня падали вот эти вот металлические фундаменты, и я их поставил сзади дома для гаража. У них 8000 хп, а у того вроде бы отсюда я не могу так занырнуть глянуть. Ну, 8000 хп это, блин, это, конечно, не наши вот эти вот халабуды каменные, да? Вот. Вот. Такие вот дела. Сейчас я хочу построить гаражик тут. Единственная проблема будет у меня с воротами. Ворота сделать у меня не получится, потому что их надо либо изучить, либо же есть, получается, деревянные ворота с колями. То есть, это надо 500 сухой древесины, целый стак настучать, и 8 веревок. Ну, веревки не проблема, но вот дерево придется поискать. И, возможно, их как-то можно будет подогнать сюда на первое время, и вот отсюда заезжать. Пока только, ну, такой вариант есть. По-другому пока никак не получится сделать. Вот. Ну, слева вот. А, ну да, отсюда если слева, оттуда справа. Больше вроде бы заезд такой. Пошире. Поставлю, наверное, я люк, возможно, сюда, чтобы был какой-нибудь второй этаж, по типу мастерской, возможно, если здесь будет гараж. Кто-то, возможно, скажет то, что как-то все так это слишком тонкие стены, могут зарейдить. Ну, я надеюсь, что то, что зарейдить меня не будут, пока мы с первое время. Вот. Надеюсь, я пока то, что так. Хочется как-то так, не знаю, чтобы был не вот такой вот квадратный дом, как стоит рядом. Да, он неприступная крепость, там его, ну, станешь взрывать, там, месяцами фармить серу, крафтить С4, чтобы его взорвать. И, по-любому, если этот человек зайдет и захочет выселить соседа, то есть меня, то он меня, ну, блин, взорвет только так. За считанные секунды. Ну, пока весь, не знаю, пока весь буду жить в таком доме, постепенно что-то пристраивать, где-то лутовая будет оставаться в середине, где-то возможность отгоражусь полями, сделаю огород, потому что семена есть. Надо будет сделать лопату, но сейчас пока весь хочется вот построить, потом надо будет настучать сухое дерево, чтобы сделать ворота, попробовать. Вообще, ворота просто надо изучить, если я их найду когда-то в ближайшее время, но они там тоже, необходимо для них электричество, там, крутые электрические ворота. Они прям, ну, для этого и предназначены для гаража. Вот, но их надо найти, в первую очередь изучить и потом еще провести электричество. Вот. И так еще из немаловажного, что мне посоветовали, это надо скрафтить антират костюм, чтобы можно было ходить на бикорты и на факторку. Ну, я, конечно, думал об этих РТ-шках, то, что там-то что-то поинтереснее будет, наверное, потому что там выше уровень радиации. И вот там уже могут пригодиться вот эти вот отмычки, которые я находил, для того, чтобы там сейфы какие-нибудь повскрывать, потому что, возможно, там они будут спавниться почаще. В первом сезоне я помню вот двухэтажный домик рядом с вот этим вот большим домом, который внизу, сосед мой. Там когда-то я находил сейф. Или там, или на SmallRT был сейф. Вот это я помню точно. И у меня не было вот этой вот отмычки, я не понимал, как его открыть. Так что есть шанс в любом случае, то, что заспавнится, надо с собой таскать. Но я таскаю ручную отмычку качества 3. Там есть, конечно, какая-то крутая, но мне кажется, ей, наверное, обычной хватит. Сейчас пока построю, не знаю, потом попробую поставить раму. В принципе, тут можно так и две машины спрятать. И еще и ветряную тережку потом изучить. И будет такой небольшой гаражик. Бегал я за деревом, настучал 150 по камень. Нашел из интересного я один из четырех баллонов краски, который мне пригодится. И металлическую дверь. Вот такая вот вещица. Моя кирка сломалась, я стучал ресурсы. Там выпало что-то, кстати, интересное. Так, а замок я отсюда снять не смогу, да? Наверное. Но вообще двери смогут, собрать нет? Потому что надо открыть как-то и зажать. Так, а как разобрать? Может в раму надо стучать? Ага. А дверь за не хочет разбираться. Я думал, она так же, молоточком. А как-то оказывается, нет чему-то. Блин, а как его брать? Так, сейчас буду разбираться с дверью. А, инвентарь, почти инвентарь. А, ну это... Это я в шутку ковырнуву взял. Да, это дверной проем стукнулся. Блин, я не знаю тоже, как на самом деле. Надо спросить у знающих людей. Ну, отходил, я не знаю сейчас то ли утро, то ли вечер. Вот, нафармились у меня очки изучения. И я изучил ветряную тележку. Вот, поэтому... Вот она у нас в крафте. Резина нужна, трубы и жестяные листы. Вроде бы все есть. Будет делаться... Чурок долго. А, еще что? Стоп. А, еще 4 пружины, 20 ткани. Ёлки-палки. Я думал, с крафчем. Я что-то не глянул, что надо промотать вниз. Я думал, с чего парус резины, что ли? Вот, пружины есть, по ткани проблема. Ладно, давайте зайдем в гараж. Хочу кое-что проверить. Не знаю, зачем закрывать двери. Ну, такая привычка, чтобы потом, когда будет в фулл сервер, не провтыкать. И закрыть вовремя. Вот, взял я вот эти вот рамы. Рама гольфкара, получается так. Да, это, видимо, вечер. Давайте покрутим. Вот рама гольфкара. Ага, гольфкар поставился. А, вид вот, вид от третьего лица мне написали, как можно сделать. Да. И давайте вылезем. Угу. То есть, тут вот так вот все идет, да? Колеса. Это все, видимо, значит, надо будет лутать. Пока у меня есть только двигатель. Вот. Топливо я не знаю, как заправлять. Тут что-то вот... А, у нее есть места под лут. Это хорошо, кстати. Батарея. Ну, есть батарея, но она разряжена. И есть только пока есть двигатель. Вот. А по поводу рамы. Давайте поставим ее тут. Вот рама этого квадрика. Ну, тут тоже руль. Хотя руль же... А, нет. Руля тут нет. Ну, его и тут вроде бы нет. Тут просто торчит шпынь. Да. Ну, интересно. Ладно. Надо будет теперь все компоненты брать. Получается 4 колеса. На видимо, колеса может стандартные идут. Я не знаю. Двигатель тоже стандартный. Он прям лежит. У меня можно проверить. Вот, как он там есть. Вроде только двигатель. Она есть батарея, но она разряжена, если я не ошибаюсь. Так, что мне переплавилось? Все, мое добро. Нет, не хватило чуть-чуть дерева. Надо идти на дерево, чтобы печка плавила. Так, разделить чуть-чуть. Это даже много. Вот, где-то двигатель... Так, это что за аккумулятор? Нет, это, видимо, не та батарея. Но попробую я и такую возьму. А вот двигатель. Вот есть разряженная батарея. Так, давайте затянем дерево. Я ей нажму зажечь, там 4 буквально. Не хватило доплавить. Так, так, так. С дверью мне там вроде бы написали, как разобраться, но я не понял. А, все понял. Пустой слот нужно освободить. Активировать его shift. Тут левый клик мыши. Тогда я подниму. Сейчас попробуем. И так же можно будет забрать ящики со старого дома. Так. Ага, двигатель и... Так, ну это разряженная батарея, это батарея. Ага, вот все, оно зарядилось. Пока внешне я не вижу, чтобы там где-то двигатель появился или батарея. Но так же можно и севшую батарею поставить. Нет, севшая не хочет ставиться. Понятно. Но уже ладно. Ну, уже у нас в гараже будущих две машины стоит. Теперь надо еще ворота бы сделать и разобраться, как там на ключе и закрывать, чтобы в случае чего и никто не свистнул. Просто так, без ключа. Бегаю, я стучу дерево. Настучал я уже 308, надо 350. Ну, там даже чуть меньше, чтобы впритык хватило на ворота. Но пока есть, я на фарм-поляну вот это прибежал между факторкой и смолом. Вот она. Там сейчас домики хотел утонуть. Я их, кстати, ни разу вроде и не уталил. Еще пока. Вроде я только в первый, да, я в первый заходил как-то ночь переждать. И все. Вот. По поводу ткани. Ну, там можно как-то ее делать с пряжей какой-то. Вот я написал в Дискорде спросить, где ее взять в пряжу. У меня есть предположение, что нужно сделать станок для обработки шкуры. Вот где-то вот он тут есть. Сейчас найдем. Так, грядка. Вот, стойка для дублиния шкур животного может быть, но это не точно. Но такая мысль у меня появилась. Тут больше ничего такого нет. Вот покрасочный верстак еще есть. И, в принципе, все. Спросил я в Диссе. Там обязательно помогут, подскажут. Ну, вот. А пока я на самом деле не знаю, чего делать. Ну, пряжа, по идее. Домашних животных тут нет, чтобы их-то овец стричь. Значит, только со шкуры. Может быть, при дублении шкуры, вот, делается именно позже. И какой-то будет отходный материал. Это как раз будет пряжа, я так предполагаю. Вот у меня как раз там есть 17 вроде бы шкуры. Медведи я бил, падала. Вот здесь вроде бы не падало. Нет, не падало здесь. И двух волков загасил. Шкуры не было. Вот, но... Да, бегу. В любом случае, попробую поставить этот станок. У меня все на него есть. Там надо-то пилары и веревки. И все. Патронов вообще уже 11 штук. Осталось вот найти бы вот эту вот штуковину для изучения. Было бы классно. Так, 3, 6. Когда добавляется, было бы классно, стопано вот прям реально я утонул. Плюс 3, и тут вместо 5, стало 8. Но это, видимо, по 0. Сколько-то там добавляется. Вот. Скорее всего. Так, топливо низкого качества. И... Отливающее топливо низкого качества. Испорченное. Ну, там можно сделать дистиллятор какой-то и через него фильтровать этот весь топляк. Как мне подсказали. Изучение потолка, который я изучил за 15 очков вот этих вот XP сегодня. Ну, да ладно. Ничего страшного. Есть еще торговец. Я в тот раз его видел возле... Послышал, если твердропа. Я его видел возле факторки последний раз. Вот. Оказывается, он переспавнивается. И можно искать его по карте. Для этого надо скрафтить карту и там как-то смотреть информацию, где он находится периодически. Вот. Сейчас допью, пробегусь и, наверное, побегу домой. Скоро уже выкладываться. Открыть бы все слоты было бы классно. Отбежал я буквально чуть-чуть. Думаю, что это такое, замбак, что ли? Прицеливаюсь. А это торговец. Он так интересно заспавнился. Как раз таки, только я о нем заговорил и, блин, нашел торговца. И тут, кстати, ничего нету. Хотя я на сервере один. Никто не подключался. Но что-то не заспавнилась, видимо, тут. Да ладно, я знаю, что там внизу есть крокодилы и всякие аллигаторы. Вот. Что-то тут заспавнился, братец. Да, схитарец. Вот он стоит прям так. Металл низкого качества. Продать. Что-то я его могу продать. Что он покупает? Консервы. Рюкзак из хитина за слитки. А, я нашел, кстати, золотой самородок. Я не знаю, его, может, надо переплавить. Но купить у него, в принципе, тут особо и нечего покупать. Таймер. Что-то там. И металл высокого качества. За 300 таких-то самоцветов. Ну, пока есть новые предметы каждый день. То есть он нежневно обновляется и переспавнивается. Продать ему можно ветрогенератор. А купить вот только такие штуки. Ну, ветрогенератор у него вроде можно купить. Я так слышал. Вот. Поэтому на... Ну, не знаю. Найти бы этот ветрогенератор сначала. Чтобы себе поставить. Там есть крокодилы где-то. Это точно. Причем такие крупные животные. На факторку мне идти рано. Сейчас, наверное, дам кружочек. Залутаю ангар. По краю так пробегусь и пойду уже домой. Дерева мне хватает. Даже есть немножечко лишнее, чтобы сделать ворота для гаража. Завалил я двух зомбей. Ходит еще один. Летит дроп. Где-то он касательно туда сбросится. Наверное, на край карты. Может быть, передо мной сбросится. Вот. Там третий зомбячий еще ходит. Давайте луту на этих двух. У меня, потому что не так и много слотов осталось. Кровь. И первого, кстати, я с двух полюбил, второго слуха застрелил. И патроны, к сожалению, не мои. Обойма и девять пуль у меня остается. Давайте попробуем забрать еще одного. Он бежит? Непонятно. Так, аирдроп надо мной. Сейчас, наверное, будет скидывать. Ну, давай, что-нибудь. Что-нибудь. Что-нибудь, mp5. Почти. Патроны для mp5. Так, зеленый он скинул. Блин, он еще вот так. А, не, нормально. Я думал, прям куда-то на факторку скинет. Нет. Более-менее вроде бы слева от нее. Да, зелененький, конечно, не оружейный. Какой-нибудь бы калаш или mp5, потому что патронов другого типа много. Да и дробовик вблизи чисто отбиваться от всяких волков красных. Там справа топчется. Может быть, и спереди будет. Раньше, по крайней мере, на факторке, я помню, было безумно много всяких животных. Детях прям, блин. Прям очень-очень много. Сейчас вроде бы такого нету. Так, где-то уже он. Ага. Ну, где-то вот в деревьях и упадет. Давайте так, краем гляну, стоят машины. Какая-то скорая помощь стоит, прикольная. Может, ничего необычное спавнится, кстати. Нету лутов сзади. Давайте добегу до скорой, где там дроб. Википи еще. Но есть медведи, но вроде бы не настолько много животных. Так, давай, пытайся. Что тут? Патроны. Так, это добро. Можно сразу повыкидывать. Я знаю, что это можно разобрать. Но сейчас лутать дроб, и так, слотов нету. Ну, вот там еще машину. Посмотрю, что тут выпадет. А ничего тут не выпало. Да, конечно, хотелось бы. Там дом, кстати, что это стоит, как будто бы сгнил частично весь. Я помню, там раньше внизу был чей-то дом, когда я записывал в мае, получается, это было. Там внизу стоял чей-то дом, такой наполовину построенный, с кодовыми замками, каменный. Такие у меня есть воспоминания об этом месте. И то, что крокодила я там гасил с него какой-то там хитин, не хитин, что-то вроде бы падало. Так, нифигаси ты приземлился. Так, ну давай что-нибудь интересное. Солнечные панели. С4, 1 и 58 патронов. Понятно. Ладно, теперь я точно, да, уже полный, один слот остался, побегу домой и попробую сделать станок для дубления шкуры. По воду тани я узнал, говорят, ее надо еще положить просто в костер. Давайте попробуем. Надо положить в костер тростительное волокно. Да, оно начинает обрабатываться и с него получится пляжа. Ну, как будто бы трава высыхает, вроде бы, возле костра, так, по логике. Да, и вот она получается, это пляжа, как раз таки. переплавляется, будем сказать, она в костре. Так, интересно. Рецепты из одной пряжи, получается, одна ткань, да, делается? Ну, из двух, точнее, одна ткань. 27 секунд. Время изготовки. она тут не сгорает, хотя бы, нет, 3, 5, так, пускай делается. Пока спустимся до верстака, настучал я дерево, пока шел ровно 500 набил, тот запас еще остался, ворота, где эти большие ворота, вроде на них там только две вещи, нужно было дерево и веревка. Веревку я скрафтил, так что ворота я не вижу, вот они, деревянные ворота с колиями, до 500 и 8 веревок. 8 веревок, я почему-то думал, 20 веревок я еще до крафта у веревки, 20 же тканей надо на эту вагонетку. Кстати, ткани хватает, если я не ошибаюсь. не обязательно стоят здесь, можно сбегать, взять необходимые руки для тележки, я там где-то их отдельно откладывал, так, главное, что вот эта вот пряжа еще не сгорела, вроде бы пока нормально она складывается. Так, 8, 6 труб и 1 лист металла надо было. Так, разделить 1 лист металла. Так, вроде бы все, а, нет, еще же, ну да, куда я спустился, там же еще надо будет 4 пружины и ткань до крафтича. Так, ткань, 4-5 штук, надо еще сделать. И пружина, но пружина вроде бы есть, я так сказал, что есть, а может быть их и не 4, а 3 у меня. или 30, но вроде бы были эти пружины, где-то прям вещи с компонентами, вот тут вот, да, их 3, они 4. Поэтому пока с крафтом тележки, видимо, придется повременить. Рано и собрался, пружин не хватает, и больше их нигде нет. Тут нет, но тут их тоже нет, придется идти искать пружину. По улице опять идет дождь, вот сборник потихоньку наполняется, потому что я что пью быстрее, чем он успевает готовить воду, собирать воду, вот, накидать, чтобы просела уже, чуть-чуть скрафтил я эту штуку, понять бы, где у нее еще, перед, где завтра, в принципе, да, в принципе, она закроет. Проход, проезд, не так, чтобы прям-прям, но закроет. Не, ну как не так, прям-прямо, вот такого размера получается у нас, да? Ее, в принципе, можно прям вот так, на два было бы этих использовать заезда. Ну так, я, наверное, как-нибудь поставлю. И тоже она поставится сразу, там еще надо будет что-то строить потом. Размещение заблокировано. Ага. Сейчас еще он ее размещать не захочет, да? Не, ну ладно, если... Ага, вот так поставилось, если что, я тут просто подстрою. по стенке еще и все. Потому что сильно вплотную она ставится не хочет. добавить фундамент, лепить стену, застроить сверху, возможно, как-то. сейчас буду этим заниматься. Вроде ресурсы есть. За камень не уверен, но вроде бы есть. Тем временем ночь начинается. Я тут хочу скрафтить замок. Посмотрел я там, даже поставил фундаменты, но это было немножечко неправильно. Не надо было этого делать. я туда напихал железных фундаментов, потом захотел поставить пилар, а он не хочет ставить рядом с воротами. Какое-то животное ходит тут. Так, ладно, животное убрал же я дверь. Теперь можно поставить сюда новую железную дверь и накинуть на нее замок. 7000 хп у двери. Ну, какая вот чугуняка, но тут надо немножечко, немножечко у меня нету камня, но да ладно, надо быть, не забыть, постучать, потому что я тут чуть-чуть выломал проход. Когда промазал, думал, что, чтобы добить по двери. Не понял, кто ходил, как животное топталось рядом. Ну, а больше, собственно, тут и некому топтаться. Вот что-то. Что не хочет по-нормальному поставиться. Там сильно большой зазор получится. А нет, хотя вот. Давайте посвятим сюда фонарикам. Надо будет строить. Все равно огромный проход остается. Ладно, так, может быть, он застроится. Я, конечно, не очень уверен, что он застроится. Блин. Все-таки обычные ворота намного лучше, чем вот эта вся ерунда. А что не хочет строиться? А, у меня дерево еще нет. Классно. Нет у меня дерева. Ну, давайте хотя бы здесь попробую как-нибудь запихать. я не знаю, как здесь я буду запихивать, если бы вот так вот. здесь тоже есть огромный такой проход прямо сюда. Не знаю, что это настроил, конечно, кривули какие-то. Здесь отсюда, здесь сплошной проход из-за того, что я ее обустрою, она лучше не становится, поэтому не знаю. Чем еще закрывать, другого ничего нет. в принципе. Где эти штуки были? Ворота, ворота, дверь, баррикады с шипами есть еще есть. Вот есть баррикады с шипами, 150, сырого дерева хочет. Может быть, эти баррикады просто еще по засовывать вот тут вот щели. Вы их это в любом случае не выедут, но поломать-то поломают. Сейчас попробую скрафтить баррикады эти и посмотрю, что получится. Случилось у меня ночная вылазка, в которой я нашел какой-то там коллаж и по коллаж в зомбаке в темноте засадил ему три пули там в одном плане в голову выпал дроп и теперь есть какая-то винтовка на него там даже вроде два слота есть под прицел может под что-то еще 762 ты на чем стреляешь он на 556 хорошо и теперь надо валить домой это соседский дом он так светится в темноте сбоку на него конкретно проседает фпс на этот домик так ладно забегу на рт по пути если там что есть ничего нет что-то есть рюкзак ну я возьму но сейчас еще что будет интереснее то ну изолента тоже интересная штука блин бумагу можно выкинуть где-то повыкидывать переспавнилась микросхемы блин сколько всего нужно тут ничего нет ладно побегу я домой разлутаюсь подожду когда посветлеет и буду уже ставить новые баррикады вместо тех тебе пришлось убрать в никуда потраченные ресурсы получились надеюсь новые эти вот маленькие они прям баррикады а то была именно деревянная стена вот там слишком большой зазор получается поэтому буду пробовать застраивать пока мести трех баррикадами забежал я до базы как раз уже светает в руке еще сам не брал не смотрел что там за волына а ну это м это м по патронам что на ней 323 патрона у меня есть пистолет может пока пойти на покой на отдых давайте перезарядим так 32 патрона в нее влазит так ага а что она не не прицепилась наверное сначала надо взять сюда давайте попробуем немного непонятно изучить а вот на ней есть что-то изучить кстати на патронах нету да ладно почему я не вижу куда делась та оптика она отсюда пропала и сюда не добавилось отсоединить вот что вообще ничего непонятно вот его нельзя прицепить допустим на нее фонарик фонарик тоже нельзя прицепить лазер лазер тоже нельзя ну вот я прицепил оптику и она просто пропала в никуда как бы и без оптики можно так и поцелиться да но что-то просто я ее не вижу на слотах она просто пропала и тут ее нету ладно скину эти потрошки 202 таких что есть 312 целых 9 миллиметровых получается ну ладно теперь есть какой-то ствол и я уже такой рубашка из ткани у меня нету ничего покруче рубашки из ткани нет у нее класс брони 2 вот который крафтится или это она и крафтится это у меня такая слишком она тут тоже да рубашка из ткани а я же химическую куртку изучил у меня здесь куртка штаны и перчатки получается осталась обувь и шлем три уже вещи химзащиты изучены довольно-таки хорошо кстати идет какая-то еще радиостанция есть можно запихать сюда и вот что-то эти слады тоже означают так отчет это 12 доступные очки изучить 6 и 8 атрибутика атрибут это я уже атрибутика от себя добавил 7 так чем пачка 2 есть таких и 6 целых таких можно в счет вкладывать подрывные штуки сила механик хороший охотник на самом деле не знаю куда вкладывать там какие-то гены еще есть не гены что я слышал такое но пока еще не вникал туда вложу один давайте вложим один в удачу я не знаю что дает удача тут написано на самом деле чего она дает но это надо перевести через переводчик чтобы понять для чего нужна эта штука вообще ну вот ну посветлело наверное можно будет пробовать сейчас поставить баррикады что по воде 249 так 249 большая баррикада как она тут влезет вот она далеко тоже встает а маленькая маленькая она она маленькая ну да действительно она маленькая но так хотя бы она если встанет кто уже тут полезет никто по ней по верху перепрыгнут их пройдут и прошли ну и давайте еще пробуем сюда поставить ну тоже она далеко блин ставится немножечко как-то непродуманно этот поступил чуть-чуть и застроить у меня ничего не получается возможно как-то стеной обводить все это дело потом в дальнейшем весь дом ну вот да вот тут да тоже я тут пробежался спокойно да и все поэтому не знаю что я настроил всяких баррикад конечно такое себе пройти можно очень даже легко не знаю пока поставлю сюда просто дверь видимо или даже стену наверное дверь все-таки заходить буду отсюда можно было подсюда пробить ну ладно недостаточно ресурсов проще поставлю я здесь дверь чтобы была дверь ну и пока буду ходить так но потом когда уже соберутся машины будет что-то готовое возможно к тому времени я и найду уже ворота если мне повезет и тогда уже поставлю сюда ворота и будет уже что-то такое похожее на гараж потому что ну вот эти баррикады они мне вообще ничем не помогли защитить если конечно их поставить побольше да так прям нафигачить возможно что-то будет такое хорошее уже защищенный но сейчас пока нет не получилось добежала я до ртшки вот там думаю воды попью ходит сам бак да блин ух ты расстрелялся у меня поверх игры включен прицел что я его выключу потому что слуха он мне нужно было здесь он этот немножечко только мешать будет на самом деле в таком вас прицеле сейчас поэтому я сразу и не дал вторую ты тычку потому что мне помешал конкретно там такое опасное перекрестие в квадратике а кстати жир надо наверное побить бочки я вот что-то не знаю откуда падает именно резина может нас бочек или машины надо почаще лутать я вот ни бочки ни машины не лутаю частенько поэтому у меня с этой резиной наверное проблемы потому что я там уже изучил и куртку химзащиты ну да как вот я убрал пистолет сразу на него патрончики стали выпадать гадин выкусил меня песик давайте залутаем его надо было выпить таблетки от радиации сразу я об этом не подумал так аптечку и использовать пилюльки знаете куда-нибудь сюда поставлю на быстрый слот это потому что надо было сразу это сделать так семинар буза это не надо мне возьму пока ладно так тут ничего нет давайте я хотел бы сбегать вот пока есть время уже таблетки кстати не действует амбар потому что в тот раз я тут находил много всяких да открывайся ты много всяких контейнеров интересных именно военных в этот раз консерва и там тоже что-то такое съестное кстати ящик фонарик еще один и тут у нас что вот этот свой можно выкинуть хотя лучше конечно было бы оставить два фонарика я согласен что-то почему-то я выкинул один и все и можно уходить в принципе у меня уже забились мало слотов свободных осталось с одной пули сдыхает волк получается а там что-то я несколько выпустил надо тоже поэкономить патронам потому что вроде бы только было 300 с чем-то ну да заряжено у меня но уже он 285 сейчас останется в запасе вот быстро забился инвентарь вроде ничего и не налутал и уже полный сейчас наверное вернусь домой опять выкину как всегда все и попробую полутать именно бочки и машины около ангара машин то немного одна две можно фактор на те машины стоит сбегать чтобы посмотреть откуда уже падает резина по большей части потому что она как-то резина должна все-таки значит машины падать машины я часто не лутаю там вроде бы на каждый надо резину по 15 или я ошибаюсь куртка 15 резины штаны 15 перчатки 5 35 резины надо на данный момент вот может быть повезет еще что-нибудь изучу осталось получается но если не ошибаюсь две вещи осталось может только что-то дополнительный какой-то жилет есть не удивлюсь но самое важное это шлем сейчас и башмаки найти нужно мне зашел я в игру вот после работы после вчерашнего дня в сети есть какой-то человек вот можно его прочекать а нет стоп ну вот консоль вот что пишу консоль вылазит вот его ник крем стар так консоль не хочет убираться убралась вот где-то бегает и в чат написал он молчит как рыба смотрите агански на дерево надо перри боюсь выходить дома выходить буду через крышу сугубо мясо у меня вроде бы есть сейчас надо заняться такой вещью как лутание машин потому что покрышки вот эту вот штуку я имею что пинкует кстати сегодня интернет вечер немножечко воды набралось уже кстати полно чисто воды чуть-чуть отоплюсь так чисто она из кушаю миска так и и что надо сделать миска еще можно слушать кусочек принципе поставить надо ящик у двери вот такая мысль пролетела 5 ставить ящик для доната будет ящик для доната в третьей серии додумались мы до этого тут все у меня целая машины стоят вроде бы ничего не свистнули буду бегать на всякий случай с оружием в руках у меня есть предположение то что это человек это там потому что туда падал аирдроп вот он прилетел как бы в мою сторону но не совсем на меня упал там значит этот человек находится там какой-то хороший кейс лежит порох не порох все это поеду можно сразу мне кажется бодро выкидывать конечно это все можно разобрать пластик наверное и надо лутать машину теперь вот если ничего не выпало лутайте по новой а я думал если ничего не выпало то лутать и не надо тут ящик с инструментами и изолента на ящик с инструментами нужно как раз таки для ремонтного верстака у меня вот его ни разу и не было вот этот парень отключился от игры рубашка из металлолома в разы по-любому лучше моей использовать ну да это уже такое эквеларное исследовать и выкинуть так сейчас пробегусь тут потом спущусь вот так вот туда уйду там машины есть что не знаю что мне гонит интернет мой сказочный как всегда вот и сейчас самое главное лутать машину найти колеса надо найти хотя бы одну пружину вот это вот собственно которая мне не хватает для крафта ветряной тележки и на ней уже как-то борясь здесь просторы будет ну я думаю в разы лучше сапоги из металлолома а у меня из чего а у меня качество 1 это качество 3 ну ничего си прям привет слушайте пилу я возьму я не знаю какого у меня качества пила но вроде бы у меня не четвертого вот поэтому пускай будет пила а и тут нас ждет изучение хорошо это выкидываем светом музыка ну пускай лежит потому что я разберу если дай не суда база в любом случае сейчас я не знаю сбегаю там просто ну реклама без слов на его провайдера за такие деньги о боже как это приятно все таки когда так телепортирует блин ну первые две серии было все нормально такого не было вот на 3 началось надеюсь это кратковременно вот я попробую добежать туда там попытаться посмотреть что-то как и вот краем краем вернусь разлутаюсь и побегу уже наверное может быть на фактор там много машин стоит туда-то естественно не буду забегать но машины я там полутаю добежал я до возгнившего дома который я видел раньше костре тут у них всякие казаны сковородки а тут вот вот тут вот много еды так прям относительно конечно 24 человечины но есть и чипсы и вот эта штука это уже состака внизу ничего нету но я видел тут еще ящики горючий сланец у меня тоже он есть не знаю для чего нужен он нифига не горит у меня но да ладно горшки всякие можно подняться выше так а я не смогу поднимать все эти штучки что-то мой интернет меня шокирует все было подписано елки пал обожаю свой опа у него тут остались инструменты да как я понял да у него тут все первого уровня так в печке один уголь а тут что да блин мой интернет меня доконает скоро ага тут есть чем поживиться так в принципе молотки ага шуруповерт аккумуляторная дрель куча стволов это все надо вывозить отсюда стекловодокно полимер конденсатор тоже интересная штука и и пусто это как я понимаю такой вот шкафчик как я нашел господи я думал что с упаду с этим интернетом сказочным так и тут ничего нету в принципе а еще выше есть этаж но выше ничего уже нету да в принципе тут есть что вы что вывести там был какой-то спящий челик которого я один раз он уснул уже вечным сном и тут наверное тысяча воды у него да почти тысяча то есть кто-то был пробежался я так чисто вот по краю там дом взорванный значит могут зарядить и это меня не радует ну вот там какой-то фундамент стоит туда-сюда тот челик вышел и больше не заходил в сети я сейчас один вот сейчас найти бы пружину я не уверен то что есть конечно слоты в своей тележке да их там нету что ну да все равно даже если их там и нету блин я со своим интернетом упаду отсюда я не понимаю почему так все обстоит почему меня телепортирует но не было такого еще ни разу вот ну сейчас начало тп ехать почему-то вот может быть что-то я могу взять получше вместо фонарика допустим того же хотя сейчас темнеет фонарик мне наверное пригодится вот но тут эти вот эти два ящика пустые да эти пустые а тут в принципе еще ну тут нечем особо поживиться но там сверху вроде бы что-то еще есть но хотя что там вот есть может сюда и стоит возвращаться ресурсный пустой тут 29 скрапа в принципе можно собрать почему бы и нет вместо вот этой пуколки 15 вот этой штуки можно положить сюда решетки не решетки куча стволов глушителей и тут ну тут есть молотки вот заинтересно тут есть молотки вот и все в принципе ну шлем у меня тоже есть такой шлем в запасе на самом деле немножечко я тут задержался что-то да и теперь надо идти домой в темноте и разлупываться собственно потому потому я уже полный убил я зомбячего бегу и выпал мне на ангаре противогаз вот стойкость к радиации 18 и как я понимаю противогаз это одна из видимо вещей необходимых для того чтобы лутать радейку и сейчас мне получается не хватает только башмаков если не ошибаюсь так где у меня одежда резинами не хватает на самом деле не башмаков потому что резины по мне нету одежда она же самая первая идет да есть куртка есть штаны есть перчатки есть на голову тема и не хватает только башмаков собственно вот у этих башмаков моих допустим устойчивость радиации 5 надо найти еще ботинки надо найти вообще резину может быть и без ботинок можно там как-то под таблетками залезть на ту же самую факторку и полутать вот надеюсь я на это то что можно так будет сделать потихоньку формятся очки у меня там 13 штук уже кстати быстро так формятся эту штуку я выбил с дропа она у меня есть кстати крест латур или надо только починить вот еще могу исследовать вроде бы ничего больше не могу деревянный забор попробую ладно я изучил такого чисто на шару может быть я смогу нормально застроить ворота это конечно не факт но может быть стоит попробовать все-таки только для двухтактных двигателей печатная плата попробую я мало ли может быть этот заборчик раз таки встанет вроде бы такой аккуратный не вот как прошлые заборы были стучу дерево хотя я сделал сушку вроде бы дать для дерева точнее изучил для крафта нужно 50 сухой древесины я думал там надо быть стекло какое-то вот там просто надо 50 сухой древесины вот она 50 древесины и все я думал что надо будет стекло и тоже думал изучено ли оно у меня потому что у меня есть стекла но они битые вот и в этом тоже был такой большой вопрос не знаю я еще второй вопрос с какой периодичностью загружать серии чего ну гадина 5 патронов сожрал у меня уже тем временем патроны кончаются по чуть-чуть так давай лутайся волк сейчас я утону сам ангар не надо уже двигаться домой потому что я уже полный прям на полный полный где-то ходил зомбак что забезу наверх так нам залез но он отошел чуть подальше 2 часов выцелю в голову блин две пули 5 выпустил вроде делаю такое чисто да блин снайпер вот так потом патронов и не остается а сейчас кстати была кровь а вот звукопопадания не было интересно я упал из-за интернета чисто так где зомбак будет работ не откиснут в таких моментах он уходит а все сдох очень много патронов 8 штук хотя можно положить с двух и я среди с двух ложил этот вот момент с интернетом вечернем меня немного шокирует вчера вроде бы такого не было пера было все как давно плавнее если не ошибаюсь с кушаем консерву заберу я так вытяну я банку заберу я кожу и компас и в принципе у меня есть он мне в принципе ты не нужен этот компас может быть и там клады можно будет искать дальнейшем или что-то такое я не знаю но я блин карту легаси знаю и без компаса без карты поэтому до сих пор карту кстати не скрафтил карту легаси я знаю блин на уровне наверное карты gta san andres тоже такая вот тема родная ах как хочется вернуться как хочется перед ворваться на денек вот это про груз стрит вот это вот кольцо груз стрит вот карта такая наизусть прям заученная на самом деле да блин немного неудобный прицел немного много неудобный прицел и не могу я навешать на него кстати никакой другой я пробовал опять повешать опять у меня просто пропал он вроде бы одевается но пропадает давай чуть хороший двойку калашик там л и ручку ну почти в принципе почти я угадал давайте выкинем помидорки возьмем за пилотерем комплекты и конечно они в дальнейшем где-то пригодятся это сто процентов вот но блин инвентарь у меня полный вроде нечего тут со стакать придется бежать домой и разлутываться как добежал я собственно было дома скрафтил я эту вот сушилку также я изучил жестяную дверь что немаловажно и вот заборчик тоже заборчик делается из пиларов получается на сушилку попробую я поставить наверху что я каши не уверен что получится сделать хотя нет вроде бы ставится до ставится и внутрь сюда закладывается получается дерево потом наверное я дострою еще нужен думаю за кадром еще один этаж возможно как-то не знаю так аккуратно хотя одну это не точно или хотя бы тут добавлю что то да да вот тут вот включая сюда упал жестяная дверь деревянный забор сейчас попробую сделать поставить вместо этого и возможно как бы ну что-то и получится сделать чисто вот из пиларов пилары в принципе сейчас я могу прям скрафтить так сколько 8 штук скрафтится получается деревянный забор изготовить пять секунд буквально делается четыре с половиной раз давайте еще два сделаем и попробую посмотреть еще вообще получится как выглядит что им огораживать и сколько у него вообще хп выглядит он довольно таки конечно не высоко я думаю будет побольше плент так не кто-то опять телепортирует мой космический интернет просто который делает сам себе анти рекламу было ладно да 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 я уже пингом влетел сюда чисто сейчас я мог поставить так окей размещение чем-то заблокировано так я там уже по полной отгребают от этого забора поставил я не туда куда надо просто посмотрел хотя бы как он выглядит его надо ли достраивать да его надо строить его 1000 хп вот открывайся транспорт мы вроде бы на месте нашел я за кадром кстати вот штуку которая нужна для открытия ворот его надо починить конечно она убитая просто в состоянии вновь почти там один из из ставили с 1000 вроде бы вот но починить эту штуку можно и потом уже надо быть еще найти сами ворота вы все работало как положено вот на этом заканчивается наша третья серия не получилось собрать машину к сожалению надеюсь четвертой серии уже хотя бы будет по нибудь ветряной тележка какой-нибудь ветерной тележка да какая-нибудь вот надеюсь это что хотя бы это будет прям очень сильные на это надеюсь вот тут у меня на самом деле очень много чего не хватает все что по узнавал надо лутать машиной там выпадут эти колеса и руль и амортизаторы это видимо путь для того чтобы можно было закрывать машину но и у нее на самом деле много слотов я не знаю что поводу баги квадроцикла точнее у него я у него хотя тоже столько же слотов принц поэтому хорошо неуверенно за тележку надеюсь в ней тоже хотя высоков 5 будет спасибо тем кто досмотрел эту серию до конца если досмотрел поставь лайк дружище мне будет очень приятно если не подписан подпишись чтобы не пропустить следующую серию давай удачи тебе